Наталья Павлова уже полгода изучает особенности таможенного дела. Носить форму и погоны – ее давняя мечта. В обязанности специалиста в ходе досмотра машин и оформление деклараций по экспорту и импорту. Все под четким руководством опытных коллег. Процесс взаимодействия с наставником выстроен грамотно. Сначала дается теория, затем приступаешь к практической деятельности. И тогда начинаешь полноценно справляться с текущими задачами и появляется уверенность в своих действиях. Тандем «Ученик-наставник» – отличный способ адаптерации новых сотрудников. Плюс подготовка специалистов к самостоятельному труду. Педагогическая работа начинается с оставления индивидуального плана. Позволяет изучить ключевые нормативно-правовые акты по специфике деятельности, а также приемы и методы работы, применить их на практике. Сейчас Бобруйский таможенный пост – это 18 человек. Четверо – молодые специалисты. Хоть коллектив и небольшой, однако вклад в общее дело существенный. Упор здесь делают на сокращение длительности операции. Самые популярные – растаможка автомобилей и техники. 80% экспортных грузов оформляется за 5 минут. В первом квартале 2022 Бобруйский таможенный пост перечислил бюджет без малого 80 миллионов рублей. Также было выпущено более 7,5 тысяч партий товаров. Кстати, 4 мая – дата особенная. Ровно 29 лет назад образована Могилевская таможня. Праздник по традиции специалисты встречают на рабочих местах. С уверенностью могу сказать, что в нашем коллективе трудятся сотрудники, которые на деле доказывают свой высокий профессионализм и заслуживают признательности за свой вклад в достижение целей, стоящих перед нашей службой. Экономическая безопасность, пополнение бюджета, условия для международной торговли, противодействие контрабанде и трансграничной преступности, защита национальных интересов. Все эти задачи на плечах сотрудников белорусской таможни. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.